Что, опять пытаешься потянуть 170 раз? Блин, 169, как плюнь, а вот 170 не могу. Чё, ты плюёшь это? Ты сам сказал, как плюнуть? Такие образы. А кем ты хочешь в жизни стать? А, ну я запишу рэп, сочетаю... Запишу альпам, или чё? Стой, 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 помедленней. Настя, я говорю, сочетаю рэп, запишу альпам, или чё? Стопэ, стопэ, можно помедленней? Ладно, зачитаю рэп, запишу альпам, улечу в Лос-Анджелес. Хочете, это же сейчас, сэр, 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 сэр... Стой, 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 пойдём лучше нашему классу, зачитаешь? Ладно, пошли, а сейчас там мах. 5 марта 2016 года, город Новосибирск. Мне 14 лет, и я пытаюсь снять свой первый сериал под названием «Похождение Чики Хана». На тот период времени, в 14 лет, я уже осознанно для себя решил, что хочу стать кинорежиссёром. Кинорежиссёром я хотел стать ещё раньше, ещё лет в 10 или в 11, может быть 12, точно не помню, это было ещё в Казахстане. Мы с мамой то ли весной, то ли летом было, помню, тепло и солнечно. Мы шли мимо стоматологии, и я почему-то поймал себя на мысли, что мне было бы интересно снимать кино. И я, не понимая сути режиссирования, не понимая сути этой профессии, говорю маме «Мама, а я хочу быть режиссёром». Хотя мне казалось, что режиссёр – это оператор, но тем не менее я сказал, что хочу быть именно режиссёром. На что мама сказала «Не, сынок, чтобы стать режиссёром, нужны связи, деньги и всё тому подобное». Отчасти мама права, но тут есть другие нюансы. Я подзабил на эту идею и понял, что ладно, пойду тогда по другой стезе, а именно стану врачом, хирургом, травматологом. Так как сам часто ломал себе конечности, а точнее правую руку. И вот уже непосредственно, когда мы переехали в Новосибирск, мне стукнуло 14 лет, и где-то через 2 или 3 недели нам поступило предложение о том, чтобы снять ролик о том, что происходит на территории школы в 100 метрах от неё. Я загорелся этой идеей очень сильно, мне нравилось фантазировать, придумывать, расписывать сценарий. Я тогда понял, что блин, как мне это интересно. Конечно же, ролик мы так нифига и не сняли, но сама по себе идея о том, что можно снимать, режиссировать, быть связанным с этой творческой профессией, меня очень сильно сготягивало. И вот, по прошествии нескольких дней после этого проекта, я точно решил для себя, что хочу стать кинорежиссёром. В один из прекрасных дней, когда я смотрел «Летсплей» по киташке пятой, зашла мама и говорит, «Сынок, ну что ты решил, кем ты хочешь стать?» Я говорю, режиссёром. Конечно, реакция у моих родителей была крайне специфичная, но тем не менее, по рукам мне никто не давал, дали зелёный свет, но с определённой настороженностью, ибо считали, что это у меня такое краткосрочное временное увлечение, я быстро перегорюсь в таком ключе. А не тут-то было. Зря время я не терял, пытались снять сериал, конечно же, ничего не получилось. Я мало чего понимал в монтаже, в каких-либо программах монтажных, но интерес, любопытство, ежедневное придумывание каких-то сцен, сценариев, историй и всё тому подобное было у меня обязательно, как само собой разумеющееся. И вот мы переехали в Москву, а точнее в Химке. Я тоже пытался там что-то снять, и, конечно же, ничего не получалось. Был период, когда я думал забросить эту идею, потому что я ничего не снимаю, у меня ничего не получается, и какой смысл мне пытаться себя проявлять, если нету никаких результатов. И вот наступил, не помню, что наступил, и вот я перешёл в 10 класс. На тот момент, если не ошибаюсь, мне было ещё 15 лет, 16 не стукнуло. Наступили выборы президента в школу, и я такой решил депатироваться. Депатироваться, депатироваться, депат... Депаты. Вот, короче, я решил выдвинуть свою кандидатуру. И большое спасибо моему близкому другу Ульяне Политун, потому что она единственная, кто откликнулась на мою просьбу в помощи, в съёмке этого ролика. Единственная, кто помогала с монтажом. И таким образом, за счёт её помощи, она вдохнула в меня, так сказать, второе дыхание. Она вновь окрылила меня и помогла мне понять, что не всё потеряно. Надо просто перезагрузиться. Нужно просто не терять веру в себя, не терять веру в свою мечту и идти дальше. Что, собственно, и происходило. Потом дальше мы снимали для других конкурсов школьных ролики. Я также опять не умел монтировать, но за счёт помощи Ульяны, за счёт её грима, операторской работы и всё тому подобное, мы это всё комбинировали. Я потихонечку обрастал опытом. И вот через год мы переехали в Ростов-на-Дону. Я загорелся желанием снимать дальше ролики. Вы знаете, есть такое выражение «золотая эра», «золотая эпоха Голливуда». Вот для меня период учёбы в моей школе ростовской, в 11 классе, вот то же самое «золотая эпоха Голливуда». Потому что постоянно была какая-то творческая суета, будто КВН, будто какие-то съёмки. И вот мои одноклассники, это были мои единомышленники, которые всячески откликались на мои просьбы в съёмках, с охотой снимались в этих съёмках. Меня это очень радовало, что эти навыки операторского режиссирования, мастерства, они позволяли мне так или иначе проявлять себя и прокачивать. Большое вам спасибо, друзья. Даже помню, когда был последний день в школе, наш заключительный, и все другие ученики пришли, ну, девятые классы, вот эти выпускные классы, они пришли в пижаме, как бы в честь символизма о том, что вот, эта школа, наш второй дом, и всё в таком ключе. Мы наоборот. Я за день тос, получается, за день-то выхода в школу, я говорю, ребята, давайте снимем наш трейлер по трейлеру девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Ребята такие, да! Я говорю, ребят, давайте то-то-то, нам нужно тот реквизит, то возьмите, то заберите. И вот таким макаром мы сняли трейлер к девятому фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». У нас получилось «Однажды в Калинине». Потом наступил период в колледже, такое затишье, особо я ничего не проявлял, не рыпался в плане съёмок, там всё было, по большому счёту, загружено и погружено в учебный процесс. И вот сейчас на выходе, это такой, знаете, я называю его период «Переход через Рубикон». Жребий брошен, и моя мечта, как изначально она была с 14 лет, снимать фильмы, проявлять себя в режиссировании, оно всё так же у меня осталось, закрепилось. Поэтому, друзья, сейчас по чуть-чуть, по чуть-чуть я обрастаю каким-то опытом, какими-то знаниями, навыками, знакомствами и всё другое. И таким макаром, ребятки, будем осуществлять нашу мечту в жизнь. Ну, спасибо большое, мальчишки, крепышки, девчонки, корольчонки, за внимание. До скорых встреч. А, ну и, конечно же, по традиции я должен сказать, как я провел свою неделю, лайтово, лакшери, круто, м-ка, ништяк. Давайте, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok